Добрый вечер. О событиях этого четверга корреспонденты Информбюро и я, Оскар Миндебаев. И смотрите прямо сейчас. 42 500, когда их ждать? Что необходимо сделать на этот раз, чтобы получить выплаты? Каковы правила получения и кто в итоге может рассчитывать на эту помощь? Теряем время. Почему частным клиникам не разрешают включиться в борьбу с коронавирусом? Что мешает? Какие препятствия, озвучил фонд медстрахования. Центр реабилитации для детей-инвалидов на время закроют. Малыши с различными нарушениями месяцами ждут лечения. Пожалуйста, не закрывайте реабилитационный центр. Неужели не нашлось другого помещения под очередной провизорный центр? Какова ситуация с коронавирусом в мире? Количество больных растет с каждым днем. Где больше всего заболевших и в каких странах ограничения вводят повторно? И обо всем по порядку. Уже завтра начнется прием заявок на выплату 42 500 тенге. Сегодня министр труда и социальной защиты населения Бержан Нурымбетов озвучил итоговые правила для финансовой поддержки. Как и ранее было заявлено, претендовать на пособие смогут наемные работники, индивидуальные предприниматели и самозанятые, чья работа была приостановлена из-за усиления карантина в июле. О правилах подачи заявок и положено ли студентам и декретницам социальное пособие? В материале Нургали Карабаева. Прием заявок на 42 500 стартует уже завтра. За наемных работников обращаться будут работодатели через портал электронного правительства и сайт 42500енбек.кз. Для остальных также будут работать официальные телеграм-боты. К вниманию работодателей, хочу сказать, что вы должны подать заявление только за тех работников, которые направлены в отпуск без сохранения заработной платы. То есть, если у вас есть дистанционный режим работы и вы оплачиваете работу на удаленке, они не претендуют на 42 500. Если у вас неполный режим рабочего времени установлен с оплатой, или же вы как работодатель объявили простой и оплачиваете в соответствии с трудовым законодательством, в данном случае вы на 42 500 за таких работников не подаете. Индивидуальные предприниматели, самозанятые, кто потерял доходы из-за усиления карантина в июле, также могут рассчитывать на выплату. Кстати, самозанятые не обязаны платить ЕСП, чтобы получить 42 500 на этот раз. В министерстве сказали, что человек подает заявку один раз на одном ресурсе. Оставлять обращение на разных порталах или каналах не надо. Кстати, получить 42 500 смогут не все самозанятые. Из этой категории не могут получить, это те лица, которые получают пенсии, государственные пособия, адресную социальную помощь или другие социальные выплаты из фонда социального страхования, как неформально занятые за счет уплаченных ЕСП в период чрезвычайного положения, им 42 500 выплачиваться не будет. Студентам за то, что они студенты, также не положены выплаты, но могут получить их, если они наемные работники или индивидуальные предприниматели и потеряли доход из-за карантина. Что касается женщин в декрете, то если ребенку нет одного года, 42 500 не заплатят, так как им платят пособие по уходу за малышом. Кому из декретниц положено, рассказал министр. Если официально есть индивидуальные предприниматели или же являются регулярными плательщиками ЕСП, то, конечно же, при условии, что их деятельность приостановлена, также могут подать и получить 42 500. И те женщины, находящиеся в декретном области, которые в прошлый раз в период ЧП впервые заплатили ЕСП, подтвердив свою неформальную занятость, они тоже в этот раз при отсутствии доходов и работы, если подадут заявление, также могут получить данные в выплату. Прием заявок будет идти до 1 сентября. Нургали Карабаев, Сергей Шуйский, Информбюро Алматы. Страны ОПЕК-плюс договорились увеличить объем добычи нефти с августа. Общее производство для стран-экспортеров нефти вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки до 7,7 миллиона. Ранее страны-участницы Альянса договорились о снижении производства до 9,7 миллиона баррелей в мае и июле. Но смягчение условий не коснется Казахстана, так как наша страна не выполнила все условия сделки, поэтому должна будет компенсировать отставание, как и Ирак, Ангола и Нигерия. Увеличить производство решено на фоне ожидания по росту спроса на нефть в связи с частичным восстановлением потребления в мире после послабления пандемии. Тем временем стоимость барреля сейчас торгуется в районе 43 долларов. В бюджете Казахстана на этот год стоимость нефти заложена на уровне 20 долларов. Частные клиники в Алматы лишены возможности подключиться к борьбе с коронавирусом. Как заявила депутат парламента Ирина Смирнова, один из частных медцентров готов лечить онкобольных людей с COVID-19. Стационар полностью укомплектован персоналом. В больнице имеются реанимационные и хирургические комнаты. Но из-за бюрократии клиника пока не принимает пациентов с COVID. Алматинский филиал Фонда обязательного медицинского страхования не подписывает договор с медорганизацией. Мажелис Вумен даже посетила стационар, чтобы лично убедиться в готовности больницы к приему пациентов. Но местное отделение Фонда социального медстрахования не заключает с медцентром договор, как договор на оказание услуг. Хотя министр здравоохранения Алексей Цой, Аким Алматы Бахаджан Сагентаев поддержали данную инициативу, написала у себя на странице Facebook депутат. В местном филиале Фонда ответили, что клиника не соответствует требованиям по приему онкобольных пациентов, заразившихся коронавирусом. И готовы заключить договор, как только они получат разрешение. Они должны сначала получить заключение именно департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг о том, что не соответствует требованиям по оказанию именно онкологических услуг больным с COVID-19. Это такое заключение, которое после посещения врачей санитарных и эпидемиологов только дается. Сегодня у них лицензии и предложения к лицензии по инфекционным заболеваниям на сегодня нет. Мы решили поговорить с руководителем данного медицинского центра и напрямую узнать причины отказа. И сейчас с нами на прямой связи руководитель клиники Сункар Куаныш Керемкулов. Здравствуйте, Куаныш Жамбырович. Здравствуйте. А насколько я понял, вы готовы лечить у себя онкобольных коронавирусом бесплатно? Насколько коек рассчитан стационар и как быстро вы готовы принять пациентов? Мы, в принципе, готовы сейчас принять около 30 пациентов. У нас есть и хирургия, и лучевая терапия, и химиотерапия для онкобольных. Если мы этих больных возьмем и будем лечить у себя, места в COVID-19 инфекционных стационарах освободятся для других пациентов. А почему вам не разрешают принимать пациентов, и за счет кого будут покрываться расходы? Официальной формулировки нету. Нету ни отказа, ни согласия, ни отказа. Они просто молчат. И используют такой традиционный инструмент. А в целом на сегодняшний день частные клиники привлекались для приема и лечения пациентам с коронавирусом? Пока нет. Они боятся этого делать. Почему? Здесь причин очень много, потому что завтра надо будет открыть реальные договора все. У нас в Алма-Ате должно быть как минимум 5000 койек. На эти 5000 койек должно быть минимум 750 реанимационных койек. Вы должны понимать, большинство которых отсутствует. Эти реанимационные койки, они 15% общая количество. Это норматив. Это железный норматив. Вы поняли, да? Были откаты, были левые, все такое. Никто этот принцип не соблюдал. Вообще в Алма-Ате должно быть как минимум 750 реанимационных койек. И у нас было 3 месяца времени, чтобы подготовить, чтобы количество этих койек увеличить хотя бы в 3 раза. Сейчас должно было быть минимум 2500 реанимационных койек. И тогда бы у нас не было бы этой проблемы с этими пациентами, которые спускаются. Спасибо. С нами на связи был директор частного медцентра Куаныш Керемкулов. Чего сейчас больше не хватает в больницах страны? Как в данное время провизорные центры обеспечены лекарствами? И какова обстановка с кислородными баллонами? Все подробности у Ирины Савиджанкоза в проекте «Союзншеный Герек» не пропустите. Новый рост числа зараженных коронавирусом ожидают власти Алматы. По их данным, ситуация может обостриться осенью. Поэтому сейчас в городе формируют необходимый резерв. Это касается как коек в больницах, так и лекарств и врачей. Поэтому наша задача сегодня сформировать необходимый запас ресурсов, в том числе и кадровых ресурсов. Над этим работает также большая группа людей, которые сегодня мобилизуют все необходимые кадры. Буквально за несколько дней порядка тысяча желающих работать отправили свои резюме. Специальная приемная комиссия отрабатывает все эти заявки. На сегодня в Алматы зарегистрировано 8259 случаев ковид. Больше 200 из них выявили за последние сутки. Город на втором месте после Атараусской области. В Управление общественного здоровья разделили стационары на три эшелона. В первые два вошли больницы и госпитали, способные принять тяжелобольных пациентов. Третий эшелон – это перепрофилированные санатории Казахстана и Коктем, а также временные стационары в бизнес-центрах и на ледовых аренах. Они будут готовы к приему пациентов уже на следующей неделе. Родители детей с ограниченными возможностями утверждают, что у них могут отнять последнюю надежду. Дело в том, что Национальный центр реабилитации в столице могут отдать под инфекционный госпиталь. А для того, чтобы попасть на процедуру в это учреждение, родители ждут месяцами, а то и годами. Куда теперь идти детям, которым могут не оставить выбора? Отчаявшихся родителей выслушали наши корреспонденты. Аиша! Вот так. Вот так. У двухлетней Аиши церебральный паралич. По словам мамы, после пройденного курса лечения в центре детской реабилитации состояние малышки значительно улучшилось. Теперь, чтобы закрепить результат, требуется продолжать лечение. Это последняя и единственная возможность подарить ребенку шанс на полноценную жизнь, говорят родители. К делу подключились и общественники. Новость о приостановлении деятельности центра повергла их в шок. Мой ребенок прошел целый курс реабилитации, и на этом фоне у него появились очень хорошие результаты. Мой ребенок научился самостоятельно сидеть, самостоятельно ползать. Это все благодаря реабилитационному центру и сотрудникам реабилитационного центра. Мы очень вас просим, чтобы этот центр не закрывали. В данное время решается вопрос о том, чтобы отдать этот центр под госпиталь для лечения больных с COVID-19. Родители здраво оценивают ситуацию, которая происходит в стране, и всячески поддерживают врачей. Многие из них даже стали волонтерами и помогают в поиске лекарств. Однако проблемы их детей остаются. Здоровье малышей целиком и полностью зависит от работы центра реабилитации. Поэтому они просят оставить это учреждение для целевого использования. Пожалуйста, не закрывайте реабилитационный центр. Наша последняя возможность, где мы можем лечиться. Уважаемые чиновники, мы очень просим вас оставить наш центр в покое. Он очень нужен нашим детям. Это наша последняя надежда на выздоровление. За время существования центра реабилитацию здесь прошли тысячи детишек с различными нарушениями. Здесь работают сразу несколько отделений. В данном центре проходит лечение детей с различными формами ДЦП, аутизмом, речевыми особенностями и другими недугами. И как стало известно позже, окончательного решения по этому вопросу еще нет. Чиновники от медицины обещали во всем разобраться. Это значит, что надежда на то, что центр снова заработает, есть. Жанна Рахимжанова, Елена Меньшова, Информбюро, Алматы. Из-за пандемии коронавируса в мире впервые почти за 30 лет сотни тысяч детей не получили прививки от коклюша, столбника и дифтерии. С начала распространения вируса многие программы иммунизации были либо прекращены, либо временно приостановлены. Тем временем болезни, от которых дети не получили прививок, могут оказаться для них более опасными, чем сам коронавирус. Правительство многих стран сейчас пытается исправить ситуацию. Пособия по уходу за инвалидом не могут получить порядка 160 жителей Сарагашского района. Сегодня опекуны инвалидов собрались у здания отделения Центра занятости, чтобы выразить свое недовольство по поводу задержки выплат по уходу за тяжелобольными. Не устраивает опекунов и сама сумма, которая составляет чуть больше 32 тысяч тенге в месяц. Бахром Абдулаев выслушал недовольство граждан. Инвалиды первой группы со своими индивидуальными промышленниками уже в третий раз приходят к Центру занятости, чтобы добиться выплат за прошедшие два месяца. «Я уже 10 лет ухаживаю за своим мужем. Работать не могу. Некому оставить его. Мы уже два месяца не получаем выплат. Да я понимаю, сейчас тяжело всем, но деньги тоже нужны. Вся пенсия моего мужа уходит на его же лечение. А эти 32 тысячи тенге по уходу у нас уходят на продукты. И порой дома даже кусочка хлеба не найти». В отделе Центра занятости и социальной защиты нам разъяснить ситуацию с задержкой выплат не смогли, так как руководитель отдела на больничном. А временно исполняющий обязанности заявил, что не владеет информацией. «То, что не отправили деньги, сейчас мы акты все выполнили, работаем и все отправим. Многие вопросы не могу сейчас ответить. Я единственное постараюсь сейчас довести до руководителя, что срочно надо деньги переставить. Все, больше я ничем не могу вам помочь». Такой ответ собравшихся не устроил. В результате они отправились к Акимату. На встречу с жителями вышел заместитель Акима и исполняющий обязанности руководителя отдела. «Сейчас временно исполняющий обязанности руководителя отдела ознакомится со всеми документами. Соберут у вас подтверждение, после чего вам будут начислены средства. То есть деньги будут начислены в течение двух дней. Не переживайте». Высказали собравшиеся и недовольство по поводу размеров выплат. Заместитель Акима обещал, что районные власти рассмотрят возможность повышения этих выплат, чтобы она не была ниже прожиточного минимума. Бахромов Дулаев, Абзал Турабеков, Информбюро, Туркестанская область. Вы смотрите Информбюро. Продолжаем выпуск. В Шемкенте резко выросло число пожаров. Из-за устоявшейся жары горит практически все. От машины домов до целых полей. Так пламя уничтожило порядка 40 гектаров посевов пшеницы. «Разбитые элементарные стекла. То есть от бутылок, соответственно, тем более при такой температуре 40-45 градусов, то есть происходит накал данного стекла, что может пройти само возгорание. Что касается легкового транспорта, это короткое замыкание электропроводки, тем более жара. Водители что делают? Включают кондиционеры, соответственно, перегрузка эта вся, электропроводка и происходят пожары». В последнее время машины горят едва ли не каждый день. Всего практически дотла выгорели 19 авто. Каждый день на пульт службы спасателей поступает не менее 15 звонков. Чаще всего огнеборцам приходится тушить дома, загоревшиеся из-за горящего сухостоя. За полтора летних месяца пожарные ликвидировали более 200 возгораний. Шымкентские аптеки пополнились препаратами из-за рубежа. Среди них медикаменты, которых остро не хватало в последние недели. Борцы с коррупцией говорят, что лекарства, доставленные в качестве гуманитарной помощи, теперь находятся под их строгим контролем. Ситуация налаживается. Шымкент, как и другие крупные города, пережил дефицит некоторых жизненно важных препаратов. Но сейчас на складах достаточно лекарств. К примеру, фармацевтические запасы пополнились дексаметазоном, эуфелином, парацетамолом и другими необходимыми средствами из Индии, Украины и Узбекистана. Сегодня прибыла машина с дексаметазоном. До вечера он будет в аптеках Ситизерде в Шымкенте. Стоимость мы не поднимали. Придерживаемся фиксированной цены. Борцы с коррупцией уверяют, что количество лекарств и их распределение под их строгим контролем. По новым правилам на руки одному человеку будут продавать только одну упаковку требуемого препарата. Аптеки города. Работает специальная группа мониторинга. Кроме того, мы следим за складами эскоформация, куда доставили гуманитарную помощь из Катара и Китая. Следим за доставкой новых медикаментов в больницы. Сегодня в Шымкенте необходимыми препаратами полностью снабжены 10 аптек. На складах есть запасы лекарств минимум на месяц. Власти обещают, что продолжат отслеживать ситуацию, чтобы не допустить дефицита. Жанна Рахимжанова, Асем Караулова, Информбюро, Шымкент. А вот число подтвержденных случаев коронавируса в мире перевалило за 13 миллионов. Количество смертей приближается к отметке в 600 тысяч. Однако, если обнадеживающие новости, российские ученые уверяют, что успешно проводят клинические испытания вакцины на людях. Тесты на добровольцах прошли успешно. Российские ученые высоко оценили результаты первого этапа испытаний вакцины. В нем участвовала группа людей, которые разместили на время исследований в двух клиниках. Добровольцы провели там 28 дней и получили за это по 100 тысяч рублей или 600 тысяч тенге. После того, как у них выработался иммунный ответ на коронавирус, участников испытаний выписали по домам. Россияне уверяют, что побочных эффектов у вакцины не выявили. Два дня у меня была температура 38 градусов, но она сбивалась обычным парацетамолом, озноб, головная боль, но на третьи сутки все это прошло. Авторство препарата принадлежит Центру эпидемиологии имени Гамалея. Следующим этапом испытаний станет вакцинирование 500-700 добровольцев. Если все пройдет успешно, то по прогнозу разработчиков, к середине августа начнется внедрение вакцины. А вот печально известный китайский Ухань отметил 100 дней с момента снятия жесткого карантина. Город с населением в 11 миллионов человек почти вернулся к нормальной жизни. Торговые центры, магазины и рестораны при поддержке центральных и местных властей поправляются после перенесенных убытков. Некоторые из наших магазинов находятся вокруг университетов. Сейчас вузы закрыты, поэтому нет клиентов. Придется закрывать несколько кофеен. Но все равно бизнес выживает. А вот в остальных странах все далеко не так радужно. США по-прежнему лидируют по числу заболевших и скончавшихся от ковида. Особенно плохи дела в штате Флорида, где катастрофически не хватает коек в госпиталях. Настоящими зонами бедствия стали Бразилия и Аргентина. Великобритании пришлось закрыть на карантин крупную ферму после того, как там заболели 72 работника. В Хабаровске начались массовые задержания митингующих. Там продолжаются акции протеста в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала. Многие депутаты и члены правительства обвиняют его в организации этих митингов. Они продолжаются уже несколько дней. Российские СМИ озвучивают количество не более 12 тысяч участников. А независимые эксперты говорят о 40 тысячах. Сам арестованный губернатор Хабаровского края не знает о митингах в его поддержку. Представитель столичной общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала агентству ТАСС, что им запретили рассказывать Сергею Фургалу об акциях в регионе. Она уточнила, что чиновник сидит в камере один и у него не работает телевизор. Губернатор получил только книги и старые газеты. Напомню, Фургала арестовали по обвинению в организации убийств, произошедших 15 лет назад. Вину он не признает.